Автодоро преподнёс пренеприятнейший сюрприз российским отпускникам. С начала августа на трассах М4 Дон и М11 Нева оказались отменены все скидки. Теперь поездка днём и ночью стоит одинаково, а транспондер больше не предоставляет дополнительного дисконта. О том, чтобы отменить ночные скидки, боссы госкомпаний задумывались давно. Дескать, в тёмное время суток поток транзитного транспорта резко возрастает, отчего увеличивается число аварий, причём с тяжёлыми последствиями. Эта логика не бесспорна, но вполне приемлема. А вот почему вдруг исчезли специальные тарифы для владельцев транспондеров, совершенно не ясно. При таком раскладе покупать передатчик не имеет ровно никакого смысла. При этом Автодор одновременно запустил усовершенствованную программу лояльности. Автомобилисту начисляется от 3 до 15% стоимости проезда, которые уходят на личный счёт автомобилиста постфактум. Притом раньше пользоваться транспондером можно было без регистрации. А теперь, чтобы воспользоваться скидкой, нужно персонифицировать транспондер. То есть Автодор будет знать, что именно этим устройством пользуется конкретный водитель. В офисе госкомпании от комментариев отказались. Следующая новость носит позитивный характер. Стройка мегатрассы М-12, что стартовала только этой весной, ведётся поистине стахановскими темпами. Во всяком случае, первый километр асфальта уже уложен. Любопытно, что Автодор называет этот отрезок пробным. Но это лишь перестраховка, ведь глав госэкспертиза только готовит заключение по проектной документации. То есть дорожники фактически строят магистраль, не получив разрешительных бумаг. Между тем, как стало известно телеканалу Автоплюс, во Владимирской области сейчас готовится накрыть асфальтом весьма продолжительный участок будущего платника. А значит, этап от Москвы до Казани может быть сдан досрочно. И продолжая социальную тему, у транспортного налога есть своеобразная надстройка, которую принято называть «налогом на роскошь». Это повышающие коэффициенты для автомобилей дороже трех миллионов рублей. Правда, к реальной роскоши все это имеет весьма отдаленное отношение. Скажем, в этом году список машин, попадающих под высокие ставки, пополнила даже скромная семейная «Шкода Кодиак». Между тем, повышать ценовой порог власти не планируют. По мнению правительства, из-за этого появятся выпадающие доходы из бюджетов субъектов, а это недопустимо, ведь роскошные деньги источник дорожных фондов.